Однажды я услышала очень верное изречение. Эти опасные люди, они никогда не выглядят сумасшедшими. И действительно, вспомните Чикатило, Теда Банди или Ричарда Рамироса. Ничего не выдавало в них кровавых маньяков, державших в страхе целые города. В том-то и вся фишка. Маньяк может находиться на минимальном расстоянии от вас, а вы даже этого не поймёте. И сегодня речь пойдёт как раз о таком человеке. Примерном семенине, пекаре, человеке, ослужившем год в армии США, Роберте Хансоне. Ещё в детстве Хансон увлёкся охотой, дабы выпускать гнев на детей, травивших его в школе. Из-за его плохой кожи и заикания. А после школы он отправился сперва в армию, а потом в полицейскую академию. В 1960 году он впервые приступил закон. Поджёг здание гаража школьного попечительского совета. За что был приговорён к трём годам лишения свободы. Но отпустили его намного раньше, всего через 20 месяцев. Что было, кстати, очень зря, потому что следующие несколько лет он снова возвращался в тюрьму благодаря мелкому воровству. В 1963 году он женился на Дарле Мэри Хэндриксон. А в 1967 они вместе с двумя детьми переехали в штат Аляска. Где Хансон начал устанавливать охотничьи рекорды. Но в 1977 его снова арестовали. На сей раз из-за кражи бензопилы. И, наконец, психиатр провёл его диагностику, выявив биполярное расстройство. Характеризуется данное заболевание сменой фаз. От маниакальной до депрессивной. От гиперактивности до полного отсутствия желания делать что-либо. И фазы могут не сменяться годами. Поэтому мы и видели такие разительные перемены поведения Хансона, глядя на его биографию. То он попадает в тюрьму за поджог, то выходит за хорошее поведение. То обзаводится семьёй и трудится в пекарне, то ворует бензопилу. Странно, что при предыдущих эпизодах нарушения закона никто не догадался провести его диагностику. Хотя не совсем понятно, для чего они вообще её проводили, поскольку обязательного лечения ему так и не было назначено. А следовало бы. Ведь, как оказалось позднее, своё первое убийство он совершил в 1971-м, а был арестован в 1983-м году. Произошло это благодаря показаниям 17-летней проститутки Сидни Полсон, которая удалось сбежать от Хансона. А в 2013-м году по этим событиям был снят фильм с Николасом Кейджем и Джоном Кьюсиком на главных ролях «Мёрзлая земля», обзор на который уже появился на канале Утакера Уоррена. Переходите по ссылке в описании, там мы увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok